День воздушно-десантных войск День воздушно-десантных войск Ну, наверное, скажу так, потому что данные войска находятся на острие атаки И народ, наверное, больше доверяет людям, которые прошли службу в ВДВ Потому что они сильнее, мужественнее, более самокритичны И, наверное, у них большая степень ответственности Скажите, пожалуйста, Виктор, как вы попали в ВДВ? Как это случилось? Вы специально к этому готовились? Или когда пришли в призывной пункт, вам сказали, вот это, Виктор, мы берем его сразу в ВДВ? Как пришел? Вызвали военкомат повесткой Сказали, команда 20 раз на карандаш И поехал, все Попал в бригаду Ну, вы обрадовались изначально такому? Естественно, а как же? Да? А почему, Ильдус Равильевич, служба ВДВ считается престижной? Я думаю, и в те времена, или раньше так не было? Сейчас молодежь как-то стремится, это вот я знаю Нет, и во все времена стремились ребята попасть в воздушно-десантные войска Потому что все-таки это было Престижно Престижно А вот в чем престиж-то? Престижно, романтика Романтика Все правильно Я могу сказать, когда мы находились в Сызрани Нас уже купили 120 человек Десантники И утром все отдыхали, а нас уже гоняли по плацу Не строевой, а физической подготовкой нагружали так А после часа занятий всех построили и сказали Кто хочет служить ВДВ, у вас будет это каждый день Сразу отсеялась почти половина Но это честно Да, это честно На следующий день то же самое Также начали гонять, мы друг друга носили, отжимались Бегали Опять отсеялись люди В конце концов остались Набрали людей столько, которые хотели идти в ВДВ И служить Да А где вы служили? Я служил в Кировабаде Это за Кавказью Тогда была вот мирная обстановка? Ну тогда мы уже воевали в Афганистане А в Союзе не принято было Говорить, что у нас какие-то междоусобные вещи идут Но уже тогда присутствовал Нагорный Карабах Да Виктор, а вы попали в какие-то горячие точки или нет? Таджикистан Таджикистан? Это была горячая точка? Ну, в 90-х год Да Есть какой-то момент, сейчас вот когда вы вспоминаете свою службу Вам же было 18 лет, когда вы пошли, да? Да Вот что вы вспоминаете? Вот первое, что вспоминается? Или чаще всего? Или с особым трепетом и тревогой? Что вспоминаете? Всегда вспоминаешь и думаешь о друзьях, о сослуживцах Систематически встречаемся, общаемся, вот как на празднике Поэтому Такого страшного или героического в вашей службе на вас не пришлось ничего? Ну, об этом обычно не принято говорить Не принято говорить Вот меня всегда это удивляет, потому что это Во-первых, это интересно, во-вторых, почему бы не рассказать? Ну, нет, так нет Ирек, мы с вами не виделись уже целый год Я думаю, что Да, уже прошел ровно год За этот год произошли какие-то события, которыми вы захотели бы с нами поделиться Мне всегда интересно, чем занимаются общественные организации в повседневной жизни Праздник к праздникам, да, готовятся мероприятия, праздничные, торжественные А вот вообще такая Как бы хотелось и вам сказать, и телезрителям, что у нас работа, она рутинная Она каждый день, изо дня в день, из года в год Ой, ВДВ и рутины, конечно, очень несовместимы Да, вы знаете, у нас вот по нам судят, вот по таким большим праздникам, как День воздушных десантных войск, День спецназа, вооруженных сил То есть мы как бы вот на митинге мы появляемся А все остальное это рутина То есть мы, как вы знаете, есть такая пословица Лучшие это злейший враг хорошего Но нельзя сегодня сделать лучше, а завтра как позавчера Да? Но нельзя Поэтому быть выше, выше и выше, рано или поздно достигнешь солнца А дальше куда? Дальше уже некуда Поэтому у нас работа, она, это вот рутина Ну принципы, вот какие принципы в вашей работе? Чего вы хотите добиться? Какие задачи? Вы кому-то помогаете? Вас поддерживаете ветеранов? Воспитываете молодежь? Или что? Что вот происходит? Ну, в первую очередь, в первую Мы, конечно, работаем с молодежью То есть с подрастающим поколением Вы сами, наверное, знаете, что непростая обстановка В стране, даже вот в нашем регионе Когда И в нашем уже непростая обстановка Ну да, конечно же Потому что разные, скажем так Разные силы пытаются молодежь вовлечь Ну, скажем так В какие-то политические игры, да Наша первоначальная задача Это в первую очередь Научить Детей любить Родину И понимать, что От их действий Зависит очень много И, допустим, если кто-то хочет революции Мы объясняем, что Ребят У нас уже были революции У нас были революции И не надо этих революций Ведь Мы же понимаем прекрасно, что Разные страны хотят От того, чтобы нас как таковой страны Сильной и мощной не было А мы должны доказать обратное Что мы есть То есть мы были, есть И мы будем А будем мы когда? Мы будем тогда, когда вот эта молодежь Заменяя уже нас Будет объяснять другой молодежи Что надо В первую очередь Я понимаю, там долг, ответственность Это чуть-чуть позже Но в первую очередь Они должны любить свою Родину Ильдус Равельевич, а вы работаете с молодежью? Ну, звучит, конечно, страшно Так, работа с молодежью Ну, да, общаетесь? Конечно Я достаточно часто хожу в школы В библиотеки Вот, в санаторий На Уроки мужества Что за молодежь? Какие настроения? Вот часто говорят, что у нас молодежь Сегодня такая практичная Только бы деньги Какая-то, какую-то там Должность хорошую, работающую Вы знаете, однозначно сказать нельзя Потому что приходишь Одна аудитория Принимает тебя Слушают Интересуются Задают вопросы Бывает, в другую аудиторию Придешь Там Вообще нет никакого интереса Нет никакого интереса Но могу сказать Если обобщить То у нас не потерянные Далеко не потерянные молодежи Ребята Интересуются Есть Те, которые Уже конкретно Пытаются Каким-то образом Осуществить мечту Пойти Так же Воздушный десант Сейчас же даже изменилось Отношение к службе в армии Да? Сейчас вот нет этих Как раньше у колонистов Очень много было Да, это заметно Это заметно А сейчас же вот такое настроение Поменялось Вы знаете, сейчас Если раньше Мы в армию Заталкивали И к нам в основном Обращались То есть помогите Пожалуйста Нам не пойти в армию Да А сейчас Мы пытаемся Затолкнуть А иногда Не получается Мест нет Да Нет мест в армии В ВДВ Честно Да Но в ВДВ И в войсках Специального значения Нет элементарных мест Да Вот мы За несколько лет работы Мы как бы Определили свою нишу И у нас есть Свои квоты То есть мы можем Допустим В год Где-то там 10-12 человек Определить Войска Специального значения И порядка 20 человек Можем определить В ВДВ А дело Вы понимаете Вот мы Самарская организация А сколько у нас Еще городов Да А подразделений ВДВ Оно же Их немного И А войск Специального значения Их еще меньше А вот в Тольятти Это вот Такое известное Большое подразделение Престижное Это как раз Наша местная Как попасть туда Это вот родное Скажем так Виктор Скажите Как нужно готовиться Чтобы попасть Вот в это Как оно называется Точно Бригада специального значения Отдельная бригада специального значения Вот что нужно делать молодежи Которые сегодня нас слушают И хочет служить в ВДВ Чтобы попасть Вот тут недалеко от дома Заниматься спортом Первое Любым Или есть определенный Какой-то вот Нет Ну кто-то занимается Разными видами единоборств Кто-то рукопашка А единоборство Да Кто-то тэквондо Вот Я занимался рукопашным боем Потом занимался кандидат Мастера спорта по дамотору Попал служить в спецназ То есть первое Рукопашный бой Единоборства Ну это для себя как Каждый парень Юноша Он должен Иметь определенные навыки И уже такая гарантия небольшая Здесь наверное Мы все-таки Переходим к тому Что Главное В войсках Там ВДВ Специальное значение Да и сейчас мне кажется Уже и В танковых Ракетных войсках Интеллект или физическое силу Здесь нужно сочетание И интеллекта И физической культуры Наличие Скажем так То есть Если человек умеет Заниматься Рукопашным боем Это не значит Он не умеет читать Правильно Вот И определить Все разные люди Может быть Армии Нужны Общеразвитые люди Ну вот допустим Если человек умеет Махать ногами Руками Но он Не умеет И не сможет Научиться читать карту Да То он в принципе В ВДВ Не нужен А патриотический настрой Как-то учитывается Или нет Или Вот эти Совсем не обязательно Не выявляется Даже Вот любишь ты родину Что ты делаешь Понятие Патриотизм Это наверное Все таки Наверное Не к нам А больше К родителям Мы уже Мы как бы Дополняем То что дали Родители Школа Там Двор А мы Это уже Дополняем Потому что Наш возраст Скажем С кем мы Вот в принципе Общаемся Хотя Да Вот у нас тут Был такой случай Когда Директор детского садика Нас просто Вот Затащил к себе Да Прямо силком Я спрашивал Ну что мы можем Рассказать Детям Да Даже если мы Принесем макет Автомата Но они могут Втроем его Подержать Ну вот Что мы можем Они говорят Ну хотя бы Просто с ними Поиграйте И вот Вы наверное Будете показывать Фотографии Где Где вот А давайте Сейчас прямо Начнем их смотреть Где наши взрослые парни Играются с детьми И стоят с ними Ну а вот Куда деваться Да И поэтому Когда говорим О возрасте Вот бывают Такие моменты Вот Какие Красавцы Да Отличное настроение Это наверное А тут уже Ну это вот У нас Проходила Зимняя спартакиада Ну это вот Скажем так Одно из возложений Ну за пределами Самары Вы тоже работаете Прошлый день ВДВ был Это вот Это как раз Челновершина За пределами Самары Не так давно Кстати В прошлом году В том году Приезжал на день ВДВ Вот пожалуйста Детишки Ну надо же С каким удовольствием Они Даже уже ответственность Какая-то у них налит Поздравляем мам С днем матери Ох какой интересный Поворот Казалось бы тоже Матери Афганистана Понятно Это мы недавно Были В Суходоле Да В Суходоле были Нас тоже вот Приглашали Здесь мы доску открывали Да Да Это тоже Челновершина Тоже Челновершина Это вот тоже Челновершина Награждали Парней Которые там Ведут активную Активный образ Жизни Сказано Патриотический Вот тоже Челновершина Да Это вот мы на памятнике У них кстати Очень много Памятников Посвященных Именно погибшим воинам Достаточно Учитывая Размер Челновершин И у них там Четыре памятника Да А от кого Это от руководства района Наверное зависит Вот такое вот Внимание Да В основном Интерес к истории Восстановление памятников Содержание их В основном В основном Вот сколько мы Ездим по району В основном Все зависит От руководителя района Идет он навстречу Или не идет он Навстречу Поэтому В основном Конечно идут Но иногда Со скрипом Вот допустим Скажем так Челновершинский район Похвестнинский район Вот они как бы Идут навстречу Ну Не буду говорить Другие районы Они пока еще Да Они подтягиваются Вот я вижу У вас фотографию На столе Вы принесли Наверное Не случайно Что это Да Я принес ее Не случайно Я ее можно сказать Специально принес Так что произошло Потому что мы с вами Не виделись Но вот За нашу работу Я наверное Как вот покажу На камеру Наверное Вот за нашу работу Меня как предпредседателю Наградили Почетом Знакового губернатора За значит Как это За отличие Ветеранского движения Наверное так вот Да Это очень Действительно почетно И знаете Хотелось бы еще что Узнать Как Можно помочь ветеранам В чем они нуждаются Потому что я знаю По афганцам По чернобыльцам Вот какое-то было время Что вот было очень много Просьб Пожеланий Какого-то недовольства Да В каком-то обеспечении Здравоохранения Вот А у вас что Какие насущные проблемы Вы знаете Вот Помочь В принципе Государство делает Много Чтобы помочь ветеранам Оно действительно Это делает Я не могу сказать Что у нас этого нет Оно действительно Есть Помогают И ветеранам И инвалидам Есть и путевки И определенные программы Есть Проблема в том Что ветераны Не знают Своих прав Вот они их просто Не знают И когда к нам Приходит Допустим Ветеран И говорит Дайте мне Пожалуйста Денег Или дайте мне Квартиру Или дайте мне Машину Начинаешь В первую очередь Его спрашивать А куда он обращался Куда он ходил Если этого не произошло Соответственно Вот Открываешь интернет И показываешь ему Куда Можно пойти И люди действительно Смотрят И говорят А я даже и не слышал Об этом У нас наверное Очень плохо работает Юридический Легбез такой Да Правовой Да Чтобы была информация Именно доступная Внешне доступная Но это вы знаете Как в том же ЖКХ Кто-то знает законы Кто-то не знает А у вас нет штатного юриста В вашей организации Или просто У нас У нас есть Договора Заключенные договора О взаимном Сотрудничестве Это там есть И юристы И адвокаты Да Нам тоже иногда Нужны адвокаты Без них Вот Да Получается Иногда тоже нужны И юристы есть У нас есть договора Заключенные С медицинскими учреждениями Куда мы можем Направить человека Допустим Вот у нас Просто была ситуация Когда к нам Приехали гости И Одному из Гостей Стало Ну Лоха А скорая Не берет Полиса нет Не берет У нас есть договора С лечебными учреждениями Которые от нас Возьмут Этого человека Вылечат А потом Он пришлет По почте Вот этот полис И покажет Предусмотрительно Чувствуется забота о людях Виктор Расскажите пожалуйста О службе Вашем секретном Подразделении Насколько она Сложна И трудна К чему готовиться Тем парням Которые вот туда Решились пойти Все таки Ну знаете как Вот как-то не думал о том Что сложно Тяжело Просто выполняли свою работу А о том что тяжело Не думал никто никогда Там нагрузки же очень Я знаю одного человека Молодого Который Бегаешь Пошел туда И недолго выдержал Он очень физически Был подготовлен Тут занимался В 33 секциях Но там как-то Долго не продержался Вот когда люди там ломаются И к чему Быть готовым Вот на что ориентироваться Что нужно Должно быть в голове Вначале это Первое Это просто Уважение к самому себе Как решаются Психологические Вот моменты Когда вот Ну что-то ломается Да у человека Вот руководство Может поддержать Вы как-то следите За состоянием психологическим Потому что физически Он прям вот Зверь так скажем А вот видите Не выдержал Что-то Что пошло не так Моральная подготовка Моральная подготовка Да А как она В чем она заключается Как готовить себя Нет Ну вы знаете Во-первых Сейчас в войсках Ввели штатного психолога Сейчас он всегда То есть Практически в каждом подразделении Есть штатный психолог А вот Я могу сказать Что вот допустим Вот В правоохранительные органы Чтобы попасть Служить Надо пройти там ПФЛ То есть Чтобы они поняли Твое психологическое состояние А вот чтобы попасть в армию ПФЛ не проходит Понятно И поэтому Берут то по желанию А вот что дальше будет Потом сталкивается Человек Да Вы знаете как Вот когда вы приходите На работу А потом домой У вас психологическое состояние В принципе нормально Вы дома отдохнули А потом опять на работу Да А там все В армии Это постоянно в армии Вот вы у него спрашиваете Вот он вам говорит Работа Почему? Вот посмотрите ему на погоны Дело в том что он прапорщик Я не очень разбираюсь Я что смотрю Он начинал Вот Виктор начинал с солдата И дослужил до прапорщика Поэтому у него немножко Другая оценка Понятие службы То есть у него это была В конечном итоге работа Понимаете? А солдат для него служба Понятно Поэтому здесь немножко Вот разные критерии Допустим если офицер Пришел в армию Для него это работа И он работает как? В казарме День в казарме Ночь дома Правильно? А солдат он постоянно служит Вы говорите Значит Какие могут быть Ну в смысле Какие у вас были Героические поступки В войсках ВДВ И войсках спецназа Только героические поступки Их Как-то очень сложно разделить Вы знаете Когда находишься В местах боевых действий Очень многие Даже не выходя На боевые выходы Они ломаются Просто в лагере Ломаются Потому что Там сама суть Боевая То есть Ну вот Там Маджахеды ходят Они переоделись Без автомата вроде бы А все равно он ходит Это очень сложно Конечно И Здесь Сам по себе героизм Как таковой Мне кажется Он проявляется В тот момент Когда ты переступаешь Через Себя И начинаешь Ценить Жизнь Близкого своего Другого Почему Вот Ну Может в фильмах Видели наверное Почему человек Взрывает с себя Гранаты Да Он же ведь Взрывает не потому Что он боится Попасть в плен Он взрывает тебя Потому что Вот они Не дошли дальше Не пошли дальше Чтобы они Не пришли в его дом Это же просто Это любовь к близким И когда Скажем так Военнослужащий Достиг Вот Любви К близкому своему Все Тут уже начинается Обычная Нормальная служба Я начинаю Сгибаться Он меня начинает Поддерживать Он начинает Сгибаться Я начинаю Его поддерживать И вот И когда Вот Вы знаете Как в армии Один за всех Все за одного Вот один Попался В самоволе Ну в самовольном уходе Из расположения части Все Имеет всех Ну имеют в виду Всех Скажем так По крайней мере Наказание Да Вот Да Ну вот если вернуться К празднику Есть же уже традиции Которые устоялись И вот Если день выдавать То это вот Проходят Такие-то мероприятия То-то происходит До определенного момента Это было То что разгоняли торговцев Арбузами Допустим Сейчас вы говорите Это ушло в прошлое Сейчас какие-то традиции Разными остались Существует Которые поддерживаются Сейчас Наверное Это все-таки Ну они как Не то что они появились новые Они остались Старой традиции Но уже Больше культуры появилось Более культурной Да Если раньше Десантник приходил Один В тельняшке Там С медалью На тельняшке Там Я там Флаг у него тут В руках И Сейчас приходят С женами С детьми С колясками Все это проходит Да Все это проходит Культурно Даже если они И выпивают Но они все равно Это делают уже Культурно Уже нет А фонтан Кто купается у нас обычно Это уже сериал Это уже ушло Ну конечно Вы знаете Я могу сказать Что в принципе Купание в фонтане Ну это кто-то Взял и крикнул А Вот они купаются В фонтанах Ладно Давайте сейчас пройдем И посмотрим Там дети купаются В фонтанах Почему не кричим Там дети купаются В фонтанах Ну это же дети Да Ну когда взрослые В фонтанах Да нет Вы понимаете У нас праздник Просто так получилось Что наш праздник Проходит В августе 2 августа Это самая жара И человек Вот он Ему тяжело Вот что он может сделать Да Хорошо если он дошел До Волги Да Но все-таки Мне кажется Безопаснее в фонтане Да Понятно Я все-таки хочу Услышать историю Из жизни Такой вот боевой Что у вас было Расскажите Вот какой-то Случай Чтобы мы понимали Что происходит На службе Когда ты ВДВшник Ну ВДВшник Не очень хорошо звучит Но все равно Ну я не знаю В чем специфика Не ВДВшник А десантник А десантник Вот да Так лучше скажем Конечно Ну специфика В чем Это постоянная Подготовка Постоянная подготовка Свободного времени Практически Это по крайней мере Я могу сказать То что было При моей службе По себе Да То есть Спорт уголок Это родной уголок Если есть свободное время Он обязательно Пройдется Спорт уголки В воскресенье Это всегда Спортивный праздник Спортивный праздник Да В воскресенье Всегда спортивный праздник До обеда По крайней мере Прыжки Оружие А почему Вот так важно Так тщательно Поддерживать себя Вот в такой активной Хорошей физической форме Почему вот на это Делается Такой Ну Ну потому что Выносливость Выносливость В войсках Это В наших войсках Это Просто Одно из первых Потому что Выполнение Задачи Которые ставятся Перед воздушно-десантными Войсками Это же Боевые задачи Которые Не делаются Если скажем Как говорят Где не пройдет кто-то Да Пройдет десант Да Что-то такое Дело в том Что скажем Если пехота Они окопались И ждут А нас сбросили В одном месте А задача Постановления В 30 километрах Да А потом еще Пешком вернуться Обратно Да И это же Поэтому выносливость Физическая сила Это одно из самых первых И поэтому Нету Расслабухи По крайней мере Не было у нас Всегда Гоняли 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 Но зато Как это потом Приятно И такое чувство Появляется Когда ты себя узнал Сколько ты можешь Выдержать Да Нагрузки Ты вот себя узнаешь И людей узнаешь Кто на что способен Ну конечно Наверное это для жизни Очень И для жизни важно И когда Скажем При выполнении Каких-то Задач Если человек С тобой Рядом Сломался То Стоит Вопрос О выполнении Боевого задания Таких Отбирают сразу Убирают сразу Убирают сразу Понятно Поэтому Прежде чем Вытик на Боевое задание Мы становимся Братьями Чтобы Очень серьезная Подготовка Да Потому что мы должны Отвечать Я отвечаю За себя И за Своего А что-то такого Позитивного Радостного Счастливого Даже Остается и служба Что вспоминается Из таких моментов Кроме вот этого Да все остается Дело в том Кроме того Что вы постоянно Сомневаетесь Остается Остаются друзья С которыми Ты Прожил Достаточно Большое время За которых Ты У вас действительно Братство Да Боевое Ты можешь Гордиться Даже тем Что ты вот Служил Со своим Человеком Ты точно Знаешь Если ты идешь На задание Ты точно знаешь Что в твоей группе Тебя никто не подведет Мы вот даже Сейчас Как бы В принципе У нас Все Каждый С разного Подразделения Да У нас Редко Когда там Два-три человека Ну с одной службы И Все равно Мы Уже Находясь Скажем так На гражданке Занимаясь Вот этой Общественной деятельностью Понимая Всю серьезность Потому что Люди Которые приходят И говорят О я вот здесь Сейчас приду И вот Мы тут посидим Поговорим Нет Это работа Это работа И Есть Скажем так Вот у нас есть Как это Оплот Костяк Костяк Когда Всегда понимаешь Что вот Если я не могу То Я сейчас позвоню Он по-любому сможет Взаимозаменяемость Понятно Чтобы не было такого Что вот Один выбился А заменить его неким Понятно У нас Понятно Все Понятно Вот ваша Вот эта вот Система Когда вы полагаетесь Друг на друга Доверяете И уверены В том Кто идет рядом У нас остается Чуть меньше минут Вот Хотелось бы все-таки От Виктора услышать Какое-то пожелание Что самое главное Можете пожелать Десантникам В этот день Самое главное Самое главное Здоровье Встречаться Культурно Культурно Встречаться Культурно Встречаться И Ильус Равилевич Еще что можно пожелать Ну Что вот Обычно Желают коллегам Ветеранам Большого здоровья Большого здоровья А молодым людям Которые хотят Служить Хотят служить Родине Спорт Знание Потому что сейчас Без знания Невозможно Служить в армии Вот Что говорили Рек Да Техническое И как говорится Осторожнее Со своими желаниями Они иногда сбываются Вот на этой Прекрасной ноте Мы закончим Спасибо огромное За то что вы делаете Еще раз с праздником Спасибо вам что пригласили Спасибо вам за внимание Всего хорошего Спасибо Редактор субтитров А.Семкин